В шестой школе этому событию предшествовала серьезная работа. Здесь предусмотрели все основные этапы выборной кампании. Формирование избирательной комиссии, выдвижение кандидатов, сбор подписей в их поддержку и, конечно же, дебаты. В спортивном зале собрались учащиеся школы, чтобы задать кандидатам вопросы о предвыборной программе. А она у каждого своя, но схожая в одном. Лидеры хотят сделать жизнь учеников более интересной. Ребята обещают следить за порядком, принимать активное участие в озеленении территории, организовывать тематические мероприятия и многое другое. Это будет уже правая рука директора, и чтобы этот президент школы, он лучше общается с детьми, он лучше понимает интересы, что они хотят, и он может донести это уже в более другой форме директора. Насчет территории школы, мы будем ее засаживать, во-первых, цветами, клумбы у нас появятся новые. И деревья. Деревьев у нас мало в школе. Администрация школы поддерживает инициативных детей. Ребята, которые участвуют в выборах, в принципе, один президент избирается, а кандидаты, которым не удалось получить этот почетный пост, они остаются у нас в самоуправлении и являются активной единицей. Это реально помощники, мы на них опираемся. И чем больше таких ребят, тем, конечно, лучше. Нам беспокойнее, но это здорово. Выборы в пятой школе были максимально приближены к реальным. Голосовать на избирательный участок учащиеся шли классами. Здесь каждый лидер разработал свою программу. Я хочу стать президентом, чтобы помочь улучшить нашу школу, помочь детям разобраться в каких-либо конфликтах. Я хочу улучшить отношения между учителями и учениками, учениками и учениками, наладить их отношения. Как отмечает директор учреждения, смысл ученического самоуправления в современной школе заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений. Их учат управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в самоуправлении поможет лидерам сформировать умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять их. Выборы школьного ученического совета – это всегда очень значимое событие для школьной жизни. И для меня, как для директора школы, это понимание того, кто будет рядом с тобой, кто будет помогать и кто будет понимать те проблемы, которые есть в школе, и разрешать какие-то болевые, снимать какие-то болевые точки, снимать какие-то болевые синдромы школьные. В результате этого мероприятия все получили опыт. Кто-то познакомился с элементами ведения избирательной кампании, кто-то проявил самостоятельность, а кто-то почувствовал в себе лидерские и организаторские качества. А главное, все ученики проявили социальную активность, что необходимо для настоящего патриота и гражданина своей страны. Дети готовятся сейчас к взрослой жизни, и причем взрослая жизнь у них наступает очень быстро. Они должны знать, что такое выборы, что такое избирательное право, как правильно голосовать, как правильно выдвигать свои кандидатуры. Так что наши дети, которые сейчас показывают себя на школьных выборах, они также могут стать в будущем и управленцами города, района, ну и края страны в целом. Данное мероприятие – это форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся. Она позволяет развиться самореализацией, самоактивизацией, саморегулированию молодежного коллектива и ученического коллектива в целом.